Столица Приморья получит более 300 миллионов рублей из федерального бюджета на проекты благоустройства и дорожный ремонт в рамках подготовки к 7-му Восточному экономическому форуму. С такой просьбой обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяка к заместителю председателя правительства Российской Федерации, полномочному представителю президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу во время совещания по подготовке к международному мероприятию. В этом году у нас тоже ситуация непростая, но это не значит, что мы должны уделить подготовке форума сколь-либо меньшее внимание, скорее ровно наоборот, мы должны готовить его еще более внимательно, остановившись на самых важных вопросах, которые сегодня стоят перед Россией. По словам Олега Кожемяка, работа по подготовке к ВЭФ уже идет, в частности приняты меры по усилению энергоснабжения объектов форума, улучшению качества мобильной связи. Определены 20 гостиниц, в которых разместятся гости мероприятия. Готовится культурная, спортивная программы. Особое внимание в преддверии масштабного мероприятия сосредоточено на подготовке дорожной инфраструктуры города и благоустройстве. Выделено 600 миллионов рублей из бюджета и края, и города. Но также просим вас, уважаемый Юрий Петрович, рассмотреть возможность дополнительного финансирования 300 миллионов рублей и средств введенной субсидии. Это второй этап финансирования асфальта на острове Русский. Мы с вами были, видели в каком-то состоянии дорога. Мы часть небольшую сделали, чтобы продолжить эту работу. Второе – это проведение ремонтных работ по маршруту следования к форуму. От непосредственного аэропорта до самого острова. И также 50 миллионов рублей – это реконструкция кольца на улице Суханова. Я сегодня вам об этом докладывал. Проблемом остается вопрос изношенности тех зданий-фасадов, принадлежащих федеральным органам власти. Мы обследовали и представили список 27 зданий, которых необходимо привезти в надлежащие создания до 20 августа. Такой список есть, и мы его в основном порядке направили. Просим тоже поддержать нас в этом вопросе. Юрий Трутнев поддержал предложение Олега Кожемяка по направлению дополнительного финансирования, подчеркнув, что эти средства должны быть использованы с максимальной пользой для всех жителей Владивостока. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.